Добрый день, уважаемые любители шахмат. В этом видео мы рассмотрим точность игры текущего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Ну и можно назвать его вторым по силе на данный момент шахматистом в истории, потому что достижения Каспарова он пока еще не превзошел, но тем не менее установил за свою достаточно короткую на данный момент карьеру много других достижений. Итак, нужно отметить, что Магнус это мировой рекордсмен в плане рейтинга. В 2013 году его рейтинг составлял 2861, чем он побил рекорд Каспарова. Далее он достиг уровня своего потолка 2882 в 2014, и затем он повторил этот же рекорд в 2019 году. Это очень легко проверить. Давайте посмотрим, что в 2014 2882 и в 2019 2882. Можно назвать это двумя пиками и прогнозировать, что будет еще третий пик в карьере. Хотя, сложно сказать, карантин все слишком усложнил для того, чтобы что-либо прогнозировать. Итак, нужно отметить, что звание гроссмейстера Магнуса завоевал в 2004 году в возрасте 13,5 лет. И это одно из самых быстрых выполнений нормы гроссмейстера. Тем не менее, это не рекорд. Рекорд, естественно, принадлежит Сергею Корякину. Ну и поэтому мы начинаем наше исследование именно с 2004 года. На начало года рейтинг составлял 2484 и произошла победа в Вейк-н-Зе турнире С. Замечательно, да. 13-летнего шахматиста. Затем Магнус участвовал в швейцарках Москал-Аэрофлот-Оупен и Рекьявик-Оупен, где набрал 50% очков. Дубай-Оупен был намного более эффективным. Карлсон занял 10-е место и завоевал последнюю необходимую для себя норму гроссмейстера. Далее был турнир в Дании. Третье место. Командный турнир. Ну и первый же чемпионат мира Фиде, в котором Магнус вылетел не от кого-то, а от Ливана Ароняна. С которым он будет затем соперничать. Вот такой вот интересный старт карьеры. Далее чемпионат Норвегии. Здесь дележ первого места. Я не знаю друг второго шахматиста. Сложно сказать, кто это. Очередной турнир в Дании. Копенхагене. Оупен. Стандартный. Достаточно. Да. Такие турниры сложно. Часбейс загружает. И здесь Карлсон занял 5-е. Ну, вернее поделил 4-е. Тире. Какое-то 13-е место. Вроде как 5-е. В итоге. Матч. Против другого шахматиста. Я не уверен, кто из них в итоге стал чемпионом Норвегии этого года. Далее был турнир молодых мастеров. И в котором Карлсон выиграл. Но надо отметить, что он проходил по нокаут системе. Очередной турнир в Норвегии. В котором Карлсон выступил достаточно средний. В целом у него под конец 2004 года будет небольшой спад. Далее он принял участие в первой своей олимпиаде. И занял последнее место в круговом турнире. Принял участие в Бундеслиге. А также в Испанской лиге. И закончился для него год. Плохим выступлением в турнире в Норвегии. В другом городе. Так что после того, как он выполнил госмейстера. Он немного опустил рейтинг. Но надо понимать, что ни у кого из шахматистов. Даже таких как у Карлсона. Не было прямого рейтинга. Которого идет только вверх. Это нормально. Затем в 2005 году. Обратите внимание. Вейконзе Б выигрывает его конкурент. А он занимает место в середине таблицы. Конечно, Каряки на первых этапах. Попережал Карсона. Но надо отметить, что Карякин-то и старше. На полгода. Потому что Карсон под конец ноября родился. Насколько я знаю. Далее. Гроссмейстерский турнир очередной в Норвегии. И тоже. Посредственное выступление. Дележ 6-8 место. Чемпионат Норвегии командный. Зря я сюда зашел. Далее. Олпен. В Варшаве. Здесь результат не очень хороший. Так что я тоже не буду пытаться найти. Или я путаю с чем-то. Да. Здесь не очень хорошо он выступил. Ставангер. Всего 9 туров. Поделил первое место со своим тренером и менеджером Адгенштейном. Очередной турнир в Биле. И тут опять не очень хорошее выступление. Но видим, что конец 2004-2005 годов. Это время, когда он набирает опыт. Но затем идет уверенно. Выгодит нас всего. Началось все с турнира в Лазани. Опять молодые игроки. И опять нокаут. И опять он побеждает. Очередной норвежский турнир. Швейцарка. Уверенное первое место. Тут уже датский турнир. Круговой. И выступление. Нельзя сказать, что плохое. Потому что вроде бы минус один. Но сильные игроки. И это того плюс к рейтингу. И матч против своего менеджера. Закончился. В ничью. В рапиде. Как ни странно. Магнус проиграл. Затем последовал Кубок Мира. Это можно сказать прорыв в карьере. Магнусу удалось вылететь достаточно далеко. И он принял участие. Странно. Обычно так не делают. Но почему-то в том Кубке Мира была борьба за 9-16 места. И в конце концов он выиграл два матча. И дошел до Камскому. Который он проиграл. Надо сказать, что Камский на начальном этапе карьеры Карлсона. Можно его назвать злым гением. Потому что несколько раз его выбивал в разных турнирах. По олимпийской системе. Тем не менее. Если мы возьмем весь этот интервал. То увидим, что для 15-летнего игрока цифры невероятные. 58, 20, 10 и чуть меньше трех. Если даже сравнивать с Фишером. То Фишер играл намного хуже. Ну, нужно тут понимать, конечно, что современных шахматистов есть возможность. Даже в таких годах нанимать хороших тренеров. А также хорошая компьютерная подготовка. Так что рассмотрим следующий этап. 2006-2007 года. Началось с Вейконзе Бео. В котором дележ первого места с мотылем. Ну, в целом, надо отметить, что 2005-й год завершился тем, что Карсон смог покорить планку. 2-600. Open в Рейк-Явике. Здесь шестое место. Тоже успешное выступление. Далее начались Блицы, Рапиды и так далее. Мы, конечно, все это не учитываем. Матч против Ван Вэйли, который закончился в ничью. Ван Вэйли тогда был уже опытным игроком. И, конечно, это хороший результат. Сараева. Можно сказать, хорошее выступление, учитывая состав. Дележ первого места и прибавил рейд. Очередная Олимпиада. Командный турнир. И очередной норвежский турнир, который являлся швейцаркой. И здесь госмейстер Сергей Шипов смог продемонстрировать то, что, скажем так, может еще колоться. Но Карлсена тогда уже рейтинг был выше. И он деляет второе-третье место. Так. Следующий турнир. Чемпионат Норвегии. И здесь, опять-таки, дележ первого места с Атгенштейном. Турнир в Биле. Дележ второго-третьего места. Причем победа над Морозевичем дважды. И хорошая прибавка к рейтингу. Шевейненгенский турнир, в котором 6,5 из 10 набрано против, скажем так, гроссмейстеров из прошлого. И рейтинг еще растет. Далее. Матч против Атгенштейна. Здесь уже уверенная победа. Бундеслига. Ой, зря я зашел сюда. Ну, естественно, мы рассматриваем партии. Но результаты нам неинтересны. Командных турниров. И Мемориал Таля. Первый. И здесь, скажем так, плохое выступление. Восьмое-девятое место. И чуть-чуть до 2,700 не хватает. Рейтинга. Тем не менее, когда мы рассматриваем Вейконзе 2007 года, то, видимо, в командном турнире Карлсон выступил не очень плохо. Но, тем не менее, Вейконзе основной дебют не очень хороший. Делешь последнего места с Шировым и минус по рейтингу. Далее был Линарес, в котором Карлсон выступил уже намного лучше. И я так понимаю, что после этого турнира он, наконец-то, попал в 2,700. Нет, видимо, после данного турнира норвежского, который он выиграл матч против Раджабова. И здесь Раджабов выиграл. У Раджабов старше на три года. И далее был турнир в Элисте. Так я понимаю, что это отбор претендентов. И здесь снова Аронян встал на пути. И Карлсон продолжает не участвовать в битве за мировую корону. Ну, далее следует Дортмунд, в котором Карлсон дебютирует тоже не очень хорошо. Но, тем не менее, рейтинг почти не теряет. Билль, который Карлсон делит первое место с Анищуком. И уже видим, что в данный момент у него 2,700 рейтинга. Середина 2007 года. Магнусу чуть меньше 17 лет. Тромса домашних турниров у Карсона не всегда все хорошо слаживалось. Но тут делешь второе и четвертого места в Большой Швейцарке. Командные турниры. Бундеслига. Тоже командный турнир. Командный турнир. Ну, и заканчивается 2007 год. Мемориалом Таля. Из круговых турниров, в котором успешное выступление. Делешь третьего, пятого места в таком составе. Рейтинг продолжает расти. И все заканчивается очередным Кубком мира. И здесь Карлсон дошел до полуфинала. В котором он проигрывает и кому-нибудь, а Гарти Камским. Как видим. Прошел перед этим Чапаринова. Перед этим Адамса. Перед этим Домингеша. Перед этим Надича. То есть сильные все шахматисты. Но Камский в то время оказывается не под силом. И Камский становится победителем Кубка мира. Да. Это очень замечательно. Потому что только этот турнир, насколько я понимаю, перестал называться чемпионатом мира. До этого победители фактически Кубка мира называли чемпионами мира. Ну да ладно. Если говорить про точность, то она резко возросла. В этот период мы видим, что резко уменьшилось количество ошибок. И в целом это демонстрирует то, что современные молодые шахматисты могут очень быстро прогрессировать фактически за два года. Был подолван рубеж в 2700. И уверенно этот рейтинг удерживается. 2008 год начался с турнира в Вейконзе. Мы будем рассматривать период по 2010-е года. И здесь дележ уже первого места с Аронядом. Магнус начинает приближаться к мировой десятке. Если посмотреть на статистику, то номером один он становится в 2008 году среди юниоров. А среди игроков он становится вот здесь. Январь 2010 года. Ну и если говорить про попадание в мировую пятерку, то оно начинается уже с апреля. И как видим, с этого момента Магнус из пятерки не выпадал. Первую позицию после 2011 года в рейтинге он также никому не отдавал. Итак, далее последовал турнир в Линаресе. Здесь второе место после Ананда. Но рейтинг резко идет вверх. Гран-при в Баку. Который дележ первого места с Гошимовым и Ван Ю. И тоже плюс рейтинг. Далее. Единственный раз, когда Магнус принимал участие в украинском турнире. Форос Эросвит. В котором он победил. И рейтинг пошел вверх. Далее турнир в Биле. Здесь не очень хорошее выступление. Третье место. Не было элитных шахматистов. Гранд Слэм финал в Бильбао. Занимает второе, четвертое место. Остается при своем рейтинге. Бундеслига. Командный чемпионат Европы. Олимпиады. У меня пока все командные турниры. Блица, Рапиды. Ну и 2009 год начинается с турнира Вейконзе. Который выигрывает Корякин. Как видим уже в 2009 году большое отставание Корякина от Карса. Но тем не менее он замечательно проводит этот турнир. Карлсон довольствуется дележок пятого, шестого места. Линарес. В котором Карлсон занимает третье место. София Мастерс. В котором Карлсон делит с первым номером на тот момент мира. Топаловым второе, третье место. Далее супер турнир в Дортмунде. Как обычно Крамник первый. Карлсон делит второе, четвертое место. Как видим рейтинг в районе 2770. Остается на протяжении длительного периода. Нанджин. В котором Карлсон уверенно побеждает. И этот прорывной турнир. Он почти пересекает планку. Или пересекает уже 2800. Сейчас посмотрим. В следующем турнире уже 2800. Это Мемориал Таля. В котором дележ второго, третьего места. И рейтинг продолжает расти. Далее надо отметить, что он берет участие в Лондон Классик. И в котором уверенно побеждает. И рейтинг продолжает расти. Это в 2009 год заканчивается. В 2010 Вейканзел победа. И рейтинг уже всего лишь чуть-чуть растет. Ну и я так понимаю, что в этот момент где-то он становится первым рейтингом в мире. На определенный период. Уверенная победа в турнире БАЗ на Кингс. Далее матч против сборной мира. Я даже участвовал в составе сборной мира. Там суть матча заключалась в том, что три игрока. Полгар, Макамура, еще не помню третий. Может, Вашилограф. Предлагали хода и голосование. Было. Ну, конечно же. Все это приводит к суматошке. И Карлсон плюс играл белыми. Он легко победил. Такой там импровизированной матчей. Далее. Олимпиада в Канты-Мансийске. Ну, нужно отметить также, что в этот период, когда Макуус стал первым рейтингом. И с ним какое-то время занимался Каспаров. И это, наверное, дало еще определенный толчок. Далее. Грандсвейн финал. Здесь не очень хорошее выступление. Третье место и потеря рейтинга. Нанжин. В котором Карлсон уверенно побеждает. Далее Лондон Классик. В котором Карлсон делит первое-третье место. Я так понимаю, что потом были какие-то дополнительные розыгрыши. Иногда в таких турнирах он почти выигрывал всегда. Иногда не был. В этом я не вижу в базе такого розыгрыша. Но в целом, давайте подведем итог данного этапа. То есть, тут точность уже начала быть выше 60%. И цифра 15, 37, 6, 58, 1, 6 показывает, что это невероятная цифра. Давайте напомним точность Фишера. Она составляет примерно то же самое. Фишер на пике карьеры. Так что Магнус фактически в 20 лет уже демонстрировал такие фантастические цифры. Ну и здесь он начинает уже принимать участие в чемпионском цикле. И можно назвать следующий цикл предчемпионским и начальный чемпионским, где он защищает титул в первый раз. Надо отметить, что, конечно же, тоже, если мы берем партии, то в 2004-2005 годах было невероятное количество партий сыграно. Затем период увеличивается. В 2008-2010 здесь чуть больше в сумме позиций, но партий примерно столько же. То есть, за три года он начал играть как за два. И затем он начал в 2011-2014 годах играть за три года тоже. Как за два, без учета матчей. Затем количество партий также уменьшилось. Почему много позиций? Потому что здесь у него такой стиль игры. Он может играть много партий. Вернее, не много партий, а много ходов партий. Из-за этого будет такое количество больших ходов. Но в целом надо отметить, что все достаточно логично. Итак, Тата Стил в конце, в котором он занимает третье-четвертое место. Следующий турнир 2011 года это Базма Кингс, в который он вместе с Корякиным выигрывает на пару. Турнир в Биле. Уверенная победа. Далее Грэнсуэм финал. Победа вместе с Иванчуком. Иванчук провалил второй круг. В первом круге играл фантастические шахматы. Ну и, конечно, в Рапид Карлсон лучше. И так будет почти во всех турнирах, когда будет дополнительное разыгрывание в Блиц Рапид. Мемориал Таля в Москве. В котором Карлсон делит первое место Саранянова. Обратите внимание, что в 2011 году достаточно большой перерыв был. И Лондон. Классик, в котором Карлсон занимает второе-третье место. Он все равно поднимает рейтинг. 2012 год стартовал с Тата Стилл в Эйконзе. В котором Карлсон делит второе-четвертое место. И 2835 фактически удерживает свой рейтинг. Победа добывается Роняном. Который в том этапе был, наверное, на пике формы. Ну, посмотрим. Может что-то изменится в его карьере после того, как Аронян перешел в Федерацию США. Далее победа в Мемориале Таля. Турнир в Биле. Также победа. Кстати, уникальный турнир. Морозевич выбыл после двух туров в экстренном порядке. Позвали Балагана. И Балаган, находясь на пике своего рейтинга, начал с этого турнира свое свободное падение. Ну, невозможно в такой турнир без подготовки зайти. Без последствий очередной гранд-свэм финал, в котором делешь первое место с Каруаной. Естественно, если говорить про Блиц, то Карсен всегда будет выигрывать у Каруаны. Если что-то чудесное не случится. Очередной Лондон Классик, в котором победа уверена. И рейтинг выше, чем 2850. Вейканзе, в котором Магнус уверенно выигрывает. Уже выше, чем 2870 рейтинг становится. Ну, и тот самый турнир. Наконец-то Магнус, как первый номер рейтинга, решил без всяких отборов участвовать в розыгрыше. Мировой короны. Очень напряженный турнир. И Крамник мог выиграть. Тем не менее, в концовке Карсен смог победить Ржабова. Которого турнир откровенно не пошел. И догнать Крамника. И стать претендентом. Далее последовал турнир в Ставангере. В котором Карсен делит второе-третье место. Побеждает неожиданно Коряки. И затем турнир в Мемориал Таля. Очередной Москве. В котором чемпион мира Анант выступает. Ужасно. Карсен занимает второе место. Ну, в целом, вот эта вот партия Карсена с Анантом, наверное, повлияла на исход их матча. Потому что победа белыми была достигнута как-то слишком просто. Они проводят в стандартной карсбатской структуре. План Ботвинника. И просто вот в этой позиции цуксувалов у черных. Неожиданно. Ну, то есть, вообще разгром. Реально сложно сказать, где черные ошиблись. То есть, как будто бы по Ананду прошел каток в этой партии. И в целом на него это наверняка психологически сильно повлияло перед матчем. Ну, и кубок Синквит, в котором также Карсен уверенно побеждает. И цифры матча я уже демонстрировал в предыдущем видео по Ананду. Что Карсен был просто в фантастической форме. Целенаправлен для того, чтобы добиться чемпионства. И показал фантастические цифры. Так что здесь все понятно. Ну, а мы рассмотрим еще несколько месяцев после выигрыша чемпионства. Потому что защита титула прошла в очень быстром темпе. Итак, турнир в Цюрихе. Который Карсен побеждает. Далее, рапиды турниры. И Мемориал Гошимова. То есть, здесь первый турнир, где он в качестве чемпиона мира проигрывает. Две партии. Каруане Раджабову. И рейтинг немного падает. Но, тем не менее, уверенная победа в турнире. Ставангер. Этот турнир опять выигрывает неожиданно. Уже один раз это случайность. А два раза это уже стабильность. Скорякин. И, кажется, он занимает второе место. Теряя немного пунктов. Ну, в этот момент уже стало понятно, что до 2900 вряд ли Карсен когда-либо поднимется. Несмотря на то, что он занимает высокие места. Но это невероятно сложно в современных шахматах. Надо выигрывать много партий черными. Ну, далее была Олимпиада. Которая, надо сказать, что он провалился. Какие-то провальные партии против Шарича. Ну, да ладно. Кубок в Сент-Луисе. Фантастический. Лучший турнир, наверное, в истории для Фабиана Каруаны. И Карсен занял всего лишь второе место. Можно сказать. Но против Каруаны невозможно было в этом турнире играть. Ну, и второй матч против Ананда. Здесь уже не все так. Однозначно, по-моему, в предыдущем видео говорю, что Ананда, скажем, сыграл сильнее матч, чем предыдущий. А Карсен сыграл слабее. Но, тем не менее, класс у Карсена уже в тот момент слишком высокий. И Карсен уверенно побеждает. Ну, что ж. Давайте посмотрим цифры этого этапа. И тут мы начинаем удивляться, потому что тут уже 14,5, меньше 15. То есть, Фишер уже далеко позади в этот момент, если говорить про Ананда. То Ананду удавалось только сейчас, в конце карьеры, демонстрировать что-то меньше, чем 14%. Давайте просто посмотрим, если говорить про Крамника, то то же самое. То есть, фактически в этот момент, пика своего рейтинга, также борьбы за чемпионство и начального чемпионства, Карсен лучший в мире, и эти цифры никто не может догнать. Также фантастически выглядит цифра 5,6. Потому что, да, сейчас у Ананда в последнем этапе карьеры была эта цифра. Но, в целом, Карамник до этой цифры никогда не смог дойти. Я уже не говорю про Каспарова. В целом, мы понимаем, что это длительный интервал. В некоторых турнирах он мог играть лучше, в некоторых хуже. Но, в целом, такая стабильность фантастическая. Ну, и цифра в 1% возможно. Если здесь выборочно какие-то турниры убрать, она будет меньше 1%. То есть, человек фактически не совершает ошибок. У кого был 1% в истории и близко к этому. То есть, 1,25 у Ананда, у Крамника. Всегда было что-то около полутора процентов. Каспаров со своим стилем у него всегда будет больше. Карпов тоже никогда не демонстрировал. Разве что, видимо, в 1978-1981 год такие цифры. Фишер то же самое. То есть, фактически лучшая игра в истории. Но, тем не менее, сразу забегая вперед, Карпсон не готов на этом останавливаться. И после 2014 года его цифры только растут вверх. Хотя, в какой-то момент был определенный спад. Он почти стал вторым в мире. 2015 год начинается с Вейконзе, в котором Карпсон уверенно побеждает. И даже немного прибавляет пунктов. Гренки Ческлассик. Здесь дележ первое место с Найдичем. И поражение личной встречи. Но в плейлофе, конечно, у Найдича не было шансов. Мемориал Гашимова. Также уверенная победа. И тут, наконец-то, хороший прирост рейтинга. Турнир в Норвегии. И, как я уже говорил, в Норвегии почему-то Карпсону никак ничего не удается. В данном случае провал. Дележ седьмого-восьмого места и большой минус по рейтингу. А также проигранная партия своему секунданту Хаммеру. Что вдвойне удивительно. Очередной Сент-Луис. Здесь третье-пятое место. Нельзя назвать плохим результатом. Потому что фантастическая конкуренция. Но, тем не менее, это не победа в турнире. Что надо отметить. Если Карпсон попадает в тройку, то это уже плохой результат. Далее. Лондон Классик. В котором Карпсон побеждает вместе с Ирией Вашилограф. Я так понимаю, что в дайбрейке он побеждает. Магнус решил сыграть в конце 2015 года в Оупен-турнире. О котором я уже говорил. Занял второе место. Делёж первого места с Юйенгу. Ну и 2016 год, как обычно, в Эйконзе. И снова победа. И рейтинг растёт. Далее мне, конечно, не нравится, что последняя в мегабазе. Слишком много партий в Блиц, из Ческома и других начали приводить. Это на самом деле мешает. И забивает базу ненужной информацией. И, наконец-то, в Норвегии Карпсону удалось победить. Но поражение от Ароняна. Далее. Рапиды Блицы. Бильбао Мастерс. Уверенная победа. Олимпиада. Ну и, наконец-то, матч с Корякиным. И, в целом, этот матч первый, который нужно отметить, новый претендент. Уверенная победа. По цифрам мы видим, что Карпсон сам себе создавал проблемы. И сам, фактически, проиграл партию белыми. При этом, не допустив грубых ошибок. В целом, надо похвалить Корякина. Он пытался, но он играл этот матч чуть хуже. И, в целом, если Карпсон не хотел бы проигрывать партию, он бы не проиграл. Корякин играл вторым номером. И ему один раз это успешно удалось. Ну, в целом, в этом и надо говорить. Если Карпсон не хочет победить, его пробить фактически невозможно. Ну, и в тайбрейке у Корякина не было шансов. Конечно же, все знают завершение последней партии. Ферсия 6 и мат. Это красивая точка в данном матче. Далее. Очередной Вейк-Анзе 17-го года, в котором неожиданно побеждает в СЛИСО Карпсон 2-й. Далее. Очередной Гринке, в котором побеждает Аронян. Карпсон делит 2-й, 3-й с Каруаной. Даже Тайтл Тьюзди начали в пазу запускать. Очередной Ставангер. И снова. Провал. Дележ 7-го и 9-го места. Не может Карпсон играть в Норвегии, как видим. Что-то нервно себя чувствует. На выезде у него все намного лучше. Очередной Сент-Луис. Здесь первое место у Вашьего Графа, который обыграл Карпсона. Карпсон делит 2-е, 3-е место. Ну и Карпсон, как чемпион мира, решил в Кубке мира поучаствовать. Это закончилось достаточно быстро поражением от Бюссен-Жи. И он достаточно быстро вылетел. Далее Карпсон решил, поскольку Кубок мира слишком быстро закончился, поиграть в Швейцарке, которую он выиграл. Уверенно. Ну и в конце года очередной Лондон Классик, в котором Карпсон неожиданно делит 3-е, 5-е место. Выигрывает непомнящий. Далее Вейкензе 2018 года. Дележ первого места с Гири. Ну естественно, по Иофе Гири был повержен. Далее Гренке. И в этот раз второе место Каруана победил. И в целом надо отметить, что у Каруана были большие шансы. Если так рассматривать на мировое чемпионство. Потому что формально у них рейтинг примерно одинаковый был в данный момент турнира. Карпсон выигрывает очередной Мариал Гашимова. Далее Ставангер. И в этот раз Карпсон все-таки смог собраться. И дележ второго-четвертого места. Ну, Каруана был лучший. Каруана обыгрывает. И интрига добавляется к их матчу. Биль. Здесь первое место Мамедяров. Фантастическое достижение. Но второе место у Карпсона. И очередной Сент-Луис. В котором Карпсон делит первое-третье место. Я так и не понял, если честно. Были ли дополнительные показатели. Ну, и матч с Каруаной. Который первый в истории шахмат. Заканчиваются все партии в ничью. И на этой брейке Карпсон уверенно побеждает. Потому что намного лучше играет в Раппит. Ну, и если говорить по данному матчу. То вот все эти... Все демонстрирует и та цифра. Видите. Ноль ошибок. Ноль ошибок. Ну, и можно, конечно, поспорить опять-таки с этой методикой. Потому что у Карпсона в одной партии было проиграно. Но, тем не менее, цифры демонстрируют то, что классические шахматы, к сожалению, начинают отмирать. Потому что люди уже доходят до своего максимума. Как видим, Каруан играл хорошо этот матч. Ну, он совершал несколько грубых ошибок. Ну, в целом, их игра достаточно равная. Игра равных соперников. Оба очень хорошо готовы. И подведем также итог этого этапа. Здесь Карсон только усилился. Несмотря на то, что вроде бы вторые и третьи места. И рейтинг даже упал до уровня Каруаны почти. То есть, если мы реально посмотрим и увидим, что разница между ними три пункта. Всего лишь одна победа Каруана. И Каруана выходит на первое место в мировом рейтинге и приближается к титулу мирового чемпиона. Ну, и в целом, это могло случиться. Но тут невероятно то, что демонстрирует компьютер. Вот возникло такое окончание. И здесь оно выигрывается. Это я специально включу движок. Он покажет, что здесь перевес небольшой. Только когда движок выходит на глубину больше, чем 50. Он демонстрирует фантастическую идею за черных. Слон h4, слон d5. И конь неожиданно переходит на g1. После этого цуксванг. После чего слон на g4 пойдет. Иначе конь приходит на g3. И выигрывается пешка. То есть, фантастическая идея. Только благодаря которой можно было обыграть Карсона. Что говорит о том, насколько глубоки сейчас шахматы. Что в таких позициях даже движки ничего не понимают. Пока не выйдут на большую глубину. Ну и последний этап 2019 год и позже. Он достаточно скомканный. Больше защит не было из-за эпидемии коронавируса. Ну давайте рассмотрим результаты Карсона. Потому что в какой-то момент в 2019 году у него пошел большой камбэк рейтинг. А он начал выигрывать все турниры. Сначала он выиграл очередной Тата Стив А. Гошимов Мемориал. Также уверенная победа. Гренки очередной. И тоже уверенная победа. Далее. Лица Рапиды. Норвей Чес. Здесь дележ первого места. С день лежением. Ну нельзя назвать это плохим результатом. И турнир в Загребе. Также победа. Ну и в целом после этого турнира. В конце 2000. Вернее в середине 2019 года. Он вышел на свой второй пик рейтинга. Ну и. Нельзя сказать что он плохо сыграл в Сент-Луисе. Потому что дележь опять-таки первое место с Дином. Ну потерял немного рейтинга. Далее была большая швейцарка. На острове Мэ. Ну в швейцарке играть сложно. Вы когда играете с соперниками. 2.700 с черным цветом. Все может плохо закончиться. И Карлсон занял как говорится всего лишь шестое место. Ну вот. Отличный результат. На самом деле. Для такого турнира. Далее был нокаут. Турнир Лондон Классик. Почему-то он был какой-то сумбурный. У Карлсона ты понимаешь победил в нем. Ну и начался 2020 год. Это с турнира Вейканзе. Как обычно. Ну тут уже Коруана продемонстрировал чудеса. И Карлсон был всего лишь как говорится вторым. Далее мы видим большое количество рапид турниров. Потому что началась эпидемия коронавируса. Почти все турниры организовывает Магнус. Магнус приглашает Магнуса. Хорошо в них выступает. И в целом после этого он сыграл всего лишь в двух турнирах. Один из которых это Аставангер. В котором конечно же делешь первое-третье место. Вроде бы это хорошо. Но он должен был выигрывать этот турнир. И в последнем туре вот эта вот комедия какая-то случилась с Ароняном. Равно владейное окончание. И здесь Магнус ударил на Ф6. И это необъяснимый ход. Потому что много других идей ввело к ничье. Почему он этого сделал неизвестно. После этого он проиграл данное окончание. В целом надо отметить, что тоже этот турнир демонстрирует то, что Карлсон проигрывает. Только если начинает лезть на соперника. Как было в партии с Дудой. То есть он слишком агрессивно разыграл защиту каракан за черных. И вот в этой позиции. Вместо того, чтобы продолжать агрессию ходом к G4. Видел, что движок показывает динамическое равенство. Он сыграл H4. Далее к G6. После чего начал играть на блокаду. Начал играть в позиционные шахматы без материала. Это плохо закончилось. То есть странные два поражения. И реально он мог легко выиграть в этом турнире. Ну и последний турнир. Если говорить, то он не попал в мою мегабазу. Но можно конечно зайти на сайт. Это час 24. И посмотреть партии. Он занял шестое место в Вейконзе. И он проиграл всего лишь одну партию. И Есипенко. Но тоже эта партия демонстрирует то, что он слишком уверен. Разыграл дебют, который не знает. И у него не очень хорошо выходит. Найдорф. И в целом ошибка, которую тоже движок не видит. Но здесь у черных хуже. Надо сыграть коньце 5. Как видите, движок рекомендует коньце 6. Что и сделал Макнус. Но это оказывается на большой глубине грубой тактической ошибкой. После чего, после данного порядка ходов, просто у черных проехран. У них нет никакой компенсации. Заматерял. И Есипенко уверенно победил. Ну и это демонстрирует то, что в целом рост Карлсона более-менее остановился. Вот эти годы. То есть цифры более-менее стабильны. Единственное, что, как видим, в последнее время увеличилась точность игры. В тех позициях, что оценка вообще не падает. Чуть увеличилась. Но в целом точно осталось. Ну и можно, подводя итог, сказать, что, наверное, чемпионам из будущего придется очень сложно, чтобы пробить Макнуса. Потому что, как видим, если он не хочет проигрывать и не берет на себя риск, то все очень сложно. Я забыл сказать, что как раз в этом интервале с 2019 по 2020 год он не проигрывал 120 партий. Ну и в целом это конечные цифры эволюции шахмат. Вряд ли у шахматистов будущего в классическом формате будет что-то больше, чем 64, 13, 4,5, условно, тире 5 и 1. Поэтому Магнус лучший игрок на протяжении долгого времени. Не просто так. На этом все. Спасибо за внимание. И в следующем видео мы подведем итог нашего исследования о точности чемпионов мира. До новых встреч. До новых встреч.